Вера, вы помните, когда мы обсуждали с вами статистику, на первом месте в вашем комьюнити занимал какой продукт? Черный кофе. Я бы хотел спросить у вас, как вы относитесь к молотому кофе? Молотый кофе, это, конечно, круто, это здорово. Мы уже пользовались кофе зерновым, капсульным кофе, мы уже оценили это. И люди, на самом деле, сейчас ждут кофе, ждут новинок. Неужели есть какой-то сюрприз? А как вы относитесь к черному молотому кофе с женьшенем? О, это круто, это круто. И еще один вопрос, а как вы относитесь к итальянскому молотому кофе с женьшенем? Но я бывала на фабриках Италии, где производство кофейное. Я видела, какое отношение у них кофе, я видела, с каким достоинством они это презентуют, как они выбирают плантации кофейные. Конечно, это очень серьезное такое отношение, и неужели у нас будет такой кофе? Друзья, Вера рассказала, как итальянское производство относится к производству своему продукту. Мы, компания, тоже очень тщательно подходим к тому, чтобы разрабатывать новую продукцию. Но нам очень важно мнение ваше, именно ваше, Вера. Давайте вы нам поможете сейчас определиться, с каким кофе мы будем работать дальше и введем его в продуктовую линейку кофе-сал. А каким образом? Продегустируем. Неужели? Да. О, это приятно, это здорово. Есть такая, у вас уже есть? У нас уже есть. О, сюрприз. Да, здесь, я так понимаю, два разных кофе. Два разных кофе. Ну, я уже в какой-то степени эксперт. Друзья, вот у нас Вера как эксперт. Мы перекладываем всю ответственность на ее плечи. Ну, во-первых, хочу сказать, цвет нравится. Я шучу. Цвет нравится. Да. Давайте попробуем. Давайте. Это настоящий зерновой молотый кофе. Очень приятный на вкус. Даже чуть-чуть слегка какой-то чернослив. Чуть-чуть слегка запах чернослив. Очень приятная такая кислинка. Угу. Так. Это арабика. Это арабика. Вы правы. Так, попробуем другое. Попробуем. Сейчас глоточек воды. Не зря Вера ездила и проходила обучение в Италии. Здесь ванильный вкус. Ванильный вкус, но тоже очень приятный. Вот. И я думаю, что и у того, и у другого будут свои клиенты. Вера, вы нам предлагаете оставить этот и тот? Это более мягкий. Угу. Не такой крепкий, но я думаю, что у него будут тоже клиенты. Многие люди очень любят ваниль, и он приятный такой на вкус. Они очень крепкие для гипертоников, я думаю, это самое то. Да, и попробуй еще. Мне, конечно, этот больше понравился. Я думаю... Этот больше мне понравился, потому что я не очень люблю ваниль. Ваниль. Да. А это вообще изумительный. А Татьяна любила? Когда дадите нам такой? А Татьяна любит ваниль? Татьяна любит ваниль. Вот, как замечательно. Татьяна любит и ваниль, и корицу. Я не буду сейчас, друзья, подробно рассказывать все нюансы и пока что тайны нашего нового продукта, но выбор сделан. Алексей, ну от этого оторваться же невозможно. Выбор сделан. Оторваться невозможно, это же очень вкусно. На этой замечательной нотке вкусного кофе я благодарю Веру за то, что она приняла участие в сегодняшнем выпуске. Алексей, спасибо вам. Спасибо вам. Очень приятно, еще раз повторю, каждый раз приезжать к вам, потому что весь коллектив – это просто великолепные люди. Я думаю, что вас всех отобрали, наверное, из многотысячных огромного количества людей. Потому что все прекрасны, все с добром, все излучают добро, и все очень внимательны. И вот в заключении еще что бы хотела сказать, что вы знаете, что мы ценим все, что вы делаете. Потому что мы знаем вот эту закулисную вашу работу, да, и ценим все, что вы делаете для нас. Спасибо огромное. Большое спасибо и небольшой презентик. О, как приятно. Супер, здорово. Спасибо.